И я стараюсь просто не заорать И мы с ним получается вот так вот друг напротив друга Мы продавец и J-Hope из BTS Настолько в шоке, что ты стоишь и не можешь пошевелиться И здоровается вот этим низким J-Hope-овским голосом Всем полный чайный респект, мои дорогие Заюши Всем здрасте, всем хелло, кто подписан, кто не подписан Срочно подписывайтесь на мой канал С вами снова Шерил Ми И сегодня у нас дивный историк, вы поняли из названия этого видео Про то, как я встретила мальчика из BTS по имени J-Hope Ну а перед началом этого ролика не забудьте заглянуть в описание Проверить, что вы подписаны на мой инстаграм Потому что в моем инстаграме вы первыми видите все анонсы, все новости И именно вы, моя зая, выбирайте на какую тему будет следующее видео Ну и также перед началом ролика у меня для вас маленькая рекомендация Раньше я была совершенно непопулярна Корейские папики не хотели со мной знакомиться Кончит Смифа тоже Я чувствовала себя совершенно некрасивой Но все в один момент изменилось Блядь, не поймала Бог послал мне уникальные корейские хендмейт сережки От бренда Asian Illumination О боже, это же сережки от Asian Illumination Ну стоило только мне надеть эти дивные сережки в виде розовых сучьих щупалец осьминога Моя самооценка взлетела Я стала подобна Бьонсе Я новая Бритнес Пирс этого столетия И все мне теперь завидуют Переходи по ссылке в описании И покупай эти сучьи уникальные хендмейт крупные сережки Которых больше ни у кого не будет От бренда, который, к слову, выставлялся на Сеулу Fashion Week Теперь я секси Да, мальчики? И всем снова полный чайный респект Снова с вами встретились Итак, рассказываю Берет эта история свое начало в 2019 году У меня на тот момент была такая же чеканутая по BTS подружка, как и я И мы с ней что-то задумали идею Пойти посмотреть на то, как выглядит дом Чунвука из BTS Это да, это да, тот самый тримажи В котором я была на свиданке с Челиком-миллионером Вот этот тримажи постоянно Ну вот, ладно И в этом доме, собственно, живет также Джей Хоб из BTS Конечно, нам хотелось бы как-то ненароком встретить BTS Но мы как бы ни на что не рассчитывали все-таки Мы хотели честь любопытства Издалека почекать этот дом И заодно прогуляться в парке Немножко погуляли по парку Что-то как-то подустали, пофоткались Собственно, поняли, что мы проголодались А тут такая ситуация, что пока мы гуляли уже поздно 7-11, который был в парке, он по какой-то причине не работал То есть вообще ближайший 7-11, который там был, находился в этом доме И мы такие типа Let's go Ну мы, короче, приходим И тут не начинайте, пожалуйста, меня хейтить Я не фонючка, я не хотела Я не хотела его выслеживать Вот честное слово Мы, значит, смотрим А там ворота-то открыты Там есть такой маленький входик И типа можно спокойно пройти Типа за пределы ворот То есть охрана типа епухой Типа я не знаю, почему это так плохо охраняется Типа это же эксклюзивный дорогущий комплекс Мы просто зашли Погуляли там по территории Ну думаем, раз уж пришли Так что уж Можно и прогуляться Пришли к моему парню Посмотрели там красивые шезлонги Какой-то типа, я даже не знаю Мини прудик, блядь, бассейн Я даже не знаю, как это назвать Я бы, честно, не сказала бы, что лухари Но сейчас, так как я понимаю, что Как это, ну, прожив в Корее два года Ну, в принципе Я понимаю, почему это лухари Почему это так роскошно, круто и так далее И, значит, мы думаем Ладно, мы же сюда пришли, блядь, не гулять А, собственно, жрать рамен Как бы, да Первым делом, первым делом, блядь Не самолеты, а рамена А мальчики из BTS подождут И, в общем, мы заходим в этот 7-11 По-моему, 7-11, если я не ошибаюсь Или сию Сию Точно, это был не 7-11 Это был сию Мы еще угорали с того, что сию Типа, увидимся Переводится с английского Мы там выбрали себе свои любимые раменчики Стоим на кассе Этот магазин, он так интересно сделан Что в него есть два входа Один вход есть из, собственно Самой территории жилого комплекса Для жильцов этого комплекса А второй с улицы То есть для людей, которые просто там проходят мимо И решили заглянуть, как мы за раменом И мы, значит, стоим на кассе И постоянно, когда эта дверка звенькает Которая из, ну, вход для жильцов дома Мы постоянно поворачиваемся Потому что все-таки вот эта надежда, что встреча состоится Она не пропадает Вот мы реально как чувствовали Я просто И тут, значит, заходит парниша И мы, как бы, знаете, когда обычно заходил какой-то хряк Вот такой вот по размерам Мы такие сразу Не, ну, типа, даже не нужно рассматривать Уже понятно, что это не то А тут заходит молодой парниша Худенький В модненькой одежке И здоровается Вот этим низким джей-хоповским голосом Это вообще сложно поверить Что ты просто, как бы, гулял В окрестностях дома Своего любимого айдола И встретился Ну, типа, чё? Понятно, что когда он зашел Мы такие переглянулись Ну, такие, типа, да не, ну, типа, вряд ли Ну, не, камон А потом такие Ну, так похож Вот чё, блядь И голос такой знакомый, блядь Ну, по-любой И, короче, мы такие Надо проверить Но, как бы, понятное дело Что так как он просто вышел из дома За тем, чтобы купить что-то в магазине Не хочется, как бы, подойти И спросить, блядь, напрямую Извините, вы джей-хоп, блядь Извините, вы мистер-хоповский сок Извините, можно фото Ну, типа, чё? Типа, некрасиво? Вообще, в принципе, вся эта ситуация Не очень некрасивая Это если так посудить Ну, ладно, опустим детали И он удаляется Там были такие холодильнички с алкоголем Ну, вообще, совсем были Не только с алкоголем, с напитками Но и с алкоголем И он, значит, подходит к этим холодильничкам Вот, значит, примерный план магазина То есть, вот, касса Мы стоим на кассе Что-то в очереди, там, челик пробивает Что-то там, или что-то сигареты выбирал Что-то такое И, значит, он заходит Здесь такой стенд с едой И он за этот стенд с едой заходит И выбирает Стоит рядом со стендами с напитками И мы, то есть, не видим, кто там получается Да, то есть, мы такие Придется как-то вот Как-то беспалевно прочекать И, короче, моя подруга Она такая смелая Такая, на максимал Как девчонка Она такая Ладно, сейчас, сейчас я проверю Потому что реально Похож Подходит, типа, тоже она к этим стендам С напитками И, знаете, такая, типа Кассит вот так На него чуть-чуть Ну, типа, знаете, прям очень лайтово И, типа, она тоже выбирает себе напиток И она такая подходит и говорит Это он И она говорит мне это шепотом Хотя она говорит, это, блядь, по-русски Ну, похуй Она говорит Это он Я такая В смысле, блядь? Это он Ты че прикалываешься, блядь? Она говорит Нет, я, блядь, не прикалываюсь Сама подойди, посмотрю Я оху Ну, знаете, вот до последнего Пока я сама не подошла Я не могла поверить в это Ну, типа, как? И я, значит, тоже подхожу К этим стендам с напитками И такая тоже, знаете Ну, просто кринжатина Ну, типа, понятное дело Что это понятно Что мы, блядь, пытались проверить Он это, блядь, или нет Тоже, понимаете, вот так вот стою Типа я, блядь, напиток И вот так вот Тоже чуть-чуть, блядь, на него кашу Поворачиваю голову Потом такая, блядь, быстро повернула Посмотрела, блядь, такая И, знаете, когда я повернула Увидела, что это он Мне ж нужно, блядь, не спалиться Я поворачиваю голову обратно Пока я выбираю себе Типа выбираю себе напиток И стою, блядь, с вот таким вот Знаете, такая, типа И вот так вот, блядь, стою И вот эти вот, блядь, напитки У меня зрение падает Трэш Даже сейчас рассказываю Аж даже выпить захотелось Чаю Чокаемся, девочки О! Какие эмоции я испытала Когда осознала, что я, блядь, нахожусь В 24-часовом магазинчике С Чон Хасоком Мировой звездой И одним из участников Мировой и охотной группы Битье Я охотно Я просто подхожу к своей подруге С вот такими вот, блядь, глазами У нее тоже, блядь, вот такие вот глаза И мы вот так вот смотрим Друг на друга И я говорю Это просто У меня, вот знаете Вот впервые в жизни Я испытала Настолько Что у меня даже Я даже ничего не могла сказать То есть я стою просто И, знаете, такая, как заморозить Всегда думала Типа, каково это Когда ты настолько в шоке Что ты стоишь И не можешь пошевелиться И я, наконец, осознала это чувство Но, типа, мне в то же время Нужно было как-то функционировать Чтобы, знаете, ну, типа Он выходит из этих стеллажей И тут мы такие две, блядь Стоим, два истука Ну, понятное дело, что это полная И я второй, блядь, частью своего, блядь Последней клетки головного мозга своей Понимаю, что нужно что-то делать И мы просто Ну, чувак, который Стоял перед нами в очереди Он уже ушел Получается, остались мы Продавец и Джей Хоуп из BTS Мы, значит, пробиваем рамен Моя подружка пробила Ушла Я пробиваю И в этот момент он встает Ну, он там Он причем сидел на курточке Выбирал пиво Кайф, просто кайф Это тоже, я не знаю, важный момент или нет Он встает, блядь И выходит, как бы, к нам Пробивают мой рамен Я его беру И мы с ним, получается, вот так вот Друг напротив друга Ну, потому что мне нужно пройти дальше А ему прийти к кассе И, блядь Я в тот день Ну, я как чувствовала тоже Вот, слава богу Я нарядилась просто с иголочки Я была в сексе Платье На каблучках Накрашенное Я была просто сучкой И я В этот момент, когда я прохожу Мимо него Мы с ним сталкиваемся взглядом Какие у него красивые глаза Ну, внешность его Как он выглядел Обсудим позже Я вам позже расскажу Давайте сейчас просто действия Действия, да? Основные Мы с ним сталкиваемся взглядом Он Обрасывает меня взглядом С ног до головы Вы можете думать, что я вижу Окей Можете думать, что я вижу Мне Я У меня аж переполняют эмоции Я до сих пор помню Сука Это чувство Когда Чел Блядь Обсмотрел Ну, блядь Даже если вы не поверите Мне вообще Потому что я знаю Что-то Это я помню Движенность Я, блядь Просто Ладно, все Короче, закончили материться Спасибо А то мне придется все блочить Мне придется все цензурить Короче И он, значит, окидывает меня взглядом С ног до головы Я с ним встречаюсь взглядом И в тот момент, когда я разворачивалась Чтобы пройти Еще самое тупое У меня на лице была такая застывшая Тупая улыбка Типа, знаете, типа Ну, типа Ну, блядь Я, типа, даже не знаю Что это была за улыбка То есть я не хотела ему показать Что я его знаю Это просто была улыбка Сама по себе Она, видимо, была какая-то нервная Типа такая И, типа, блядь Как-то он сталкивается со мной взглядом У меня вот это вот, блядь Вот это вот Ну, в общем Я прохожу вперед К своей подруге Там был такой маленький стендик На котором Ну, и кто не знает В Корее можно рамен Прямо в магазине заваривать Там прям кипяточек стоит Кулер с кипяточком И я подхожу к этому кулеру с кипяточком Он стоит прям рядом с выходом И он вот момент Приходит на кассу, значит И я просто подхожу И мы такие молча Начинаем Свой рамен разрывать Типа, ну, разрывать упаковку Чтобы его заварить И мы просто молча Типа, мы никогда не затыкались С моей подругой Но в этот момент Мы молчали просто как бы Истуканы Потому что мы ничего не могли сказать Кроме мата Вот, единственное, что мы говорили Это мат Как вы думаете Что он, блядь, купил? Он купил пиво Я, блядь, встретилась с Джей Хоупом Когда он покупал пиво В 24-часовом магазинчике Забылись Мы даже запомнили Какой он взял пиво По-моему, он взял Если я не ошибаюсь Две бутылочки касс Это корейское синее пиво Самое популярное И одну бутылочку Такое черное Гвинес Что-то там вот это Сейчас такая реклама была Этого пива Мы даже потом с подружкой Специально взяли Именно эти два вида пива Чтобы попробовать Что пьет Чон Хоус Чон Стоит, значит Покупает это пиво И тут я понимаю Что у меня нет палочек Для того, чтобы есть рамен И я понимаю, что если я сейчас буду тупо стоять со своей подружкой Вот так вот тихориться И мы с ней будем тупо молчать И смотреть на рамены Это будет пиво Палевно Я вам так все детально описываю Долго Но на самом деле все это происходило очень быстро Просто я вам описываю в мельчайших деталях И я понимаю, что мне нужно подойти на кассу Мне нужно подойти и спросить, блять, где эти пиво Потому что обычно они стоят на стендике с кулером Но почему-то в этом магазине Их, блять, не было на стендике с кулером И я понимаю, что мне нужно подойти сейчас, блять, в то место Где стоит Чон Хоусок Мне нужно собрать всю свою, блять, смелость Европейскую, блять, русскую И подойти, блять, к этому чуваку близко Вы понимаете? Это просто... И я подхар... на кассу А в этот момент чел ему пробивал пиво как раз Я такая, типа, спрашиваю по-корейски Типа, извините, а где палочки? Он такой, типа, чё? Я такая, ну палочки, палочки Потому что произношение Я, блять, видимо вместо палочек сказала пальцы И в этот момент моя подруга Она смотрела за всем этим действом И она говорит, что Джей Хоуп сделал вот так Вот... Типа, он, ну даже не закатывал глаза, окей Я, по-моему, она не говорила, что он закатывал Но он, типа, так вздохнул, знаете, типа Типа... Типа, знаете, почему? Потому что пока я стояла и нанимала продавца с палочками Ему пиво не могли пробить Понимаете? Я задерживала его в этом магазине Но, типа, прикиньте, кого это не заебет Представьте, вы стоите в очереди, покупаете пиво А перед вами какая-то дура Стоит и начинает доебываться до продавца насчет палочек То есть... Мне это нравится Мое первое впечатление Одного из моих любимых мемберов Это то, что я его Класс Я такая классная девчонка Я умею производить первое впечатление Значит, продавец такой Палочки вот там И он показывает мне А палочки Прямиком рядом с чонхосоком Мне нужно, блядь, обойти его вот так И стоя за его спиной Их взять Я обхожу его Просто почти на цыпочках Понимаете? Потому что я думаю, что... Мне казалось, что все, что я делаю Это максимально пропалевно Потому что, реально, это все Выглядело максимально напряженно Знаете, атмосфера прям была как Не знаю, как молнии летали между нами Типа, мне кажется, он почувствовал это напряжение Вот эту мою нервозность Обхожу его вот так вот Чуть-чуть не тихонько Вот так, блядь, тянусь Почти, блядь Я просто... Я была так близко Мне даже на секунду показалось Что я почувствовала его запах На самом деле, я не помню Мне кажется, я бы запомнила Значит, наверное, я не почувствовала Но если бы я хотела Наверное, я бы даже реально могла бы Почувствовать его одеколон Возможно, у него просто не было одеколона Ну, короче, я была прям близко Ну, вы знаете, вот, наверное Вот на расстоянии примерно вот таком Ну, вот, то есть, вот Джей Хобб, да И вот тут вот я И тут его спина, спина И я, блядь, просто вот так беру, блядь, эти палочки И, блядь, пиздец Я до сих пор помню, как я была близ... Я впервые была так близко к нему Ну, в последний раз Первый и последний раз И я, значит, беру эти, блядь, палочки Возвращаюсь к подруге И я стараюсь, знаете, когда я иду У меня, блядь, вот уже, блядь, глаза вот такие Типа, знаете, и я стараюсь просто не заорать То есть я вот взяла, блядь, эти палочки Я возвращаюсь к подруге, да Его снова обхожу И просто я иду, думаю, господи, как бы не заорать И я подхожу к подруге И он, блядь, пулей просто Он вот как пиво ему пробили Он говорит, спасибо, до свидания И пули, блядь, вылетает из магазина Разумеется, мы не стали его преследовать Потому что мы, блядь, пришли, блядь, посмотреть на его дом, блядь И что-то там с палочками мудрили у него за спиной Чел, как мне кажется, спалил И, причем, самое интересное, он вылетает не через вот этот ход, который ведет в дом Потому что мы там стоим, видимо Не знаю, мы, в общем, думали, что мы до... Я не знаю Ну, в общем, вот И он просто пули вылетает Я думаю, что он спалил, что мы его фанатки Хотя мы очень старались этого не показать Чтобы не сделать, ну, не доставить ему дискомфорт Ну, не то, чтобы мы, как бы, не ожидали Но, типа... Ну, нет, мы реально не ожидали То есть у нас была какая-то надежда Что мы можем его встретить Ну, типа, чтобы настолько, типа, вообще никакого Ну, в общем, вот, пули вылетело, все След простыл Он реально за секунду просто испарился Знаете, как будто и не было Вот, и потом мы, собственно, с подружкой Когда он уже ушел Мы просто сидели Ели свой рамен Хотя залезал он просто в нас очень тяжело Потому что мы были в реальном Просто в офигенезе Ну, в общем, вот так вот Основные действия я вам рассказала Что там было, я рассказала Теперь обсудим, как он выглядел Потому что это тоже любопытная информация Как вообще этот великий мальчик По имени Джей Хоуп Выглядит в реале Ну, во-первых, он ниже, чем его позиционирует Именно из-за этого я засомневалась Что это реально Джей Хоуп Потому что он был довольно-таки низенький Ну, я думаю, что он где-то метр семьдесят пять Я метр шестьдесят пять, если что Я думаю, что где-то он метр семьдесят пять Вот так, точно не выше Ну, вряд ли он выше Ты знаете, не очень высокий мальчик У него была очень смуглая кожа Прям очень смуглая Как его выбеливают на фотках Это просто Это была вторая причина Почему я засомневалась Что это он По одежде На нем была белая толстовка Офф-вайт Или футболка По-моему, все-таки толстовка Белая толстовка Что это именно Ну, я и моя подруга Что это именно Джей Хоуп Во-первых, от него была аура крутости Ну, как бы, блядь Понимаете, если человек айдол Если он знаменит От него вот это была аура какая-то Такого типа Непростого человечка Знаете, бывает такая Аура уверенности Во-вторых, голос Низкий Джей Хоуповский голос Блядь, его ни с чем не спутаешь Он же поздоровался И, кстати, это тоже очень важная деталь Корейцы обычно не здороваются с продавцами Когда они заходят в 7-11 То есть для них это, ну как Нет такой, ну типа Обязанности А он повел себя просто великолепно Мало того, что он поздоровался Когда ему пробили товар Он сказал спасибо И не уверенно попрощался ли он Но, по-моему, даже сказал до свидания Я вам отвечаю В Корее я такое почти никогда не встречала И это показатель нереальных манер Как по мне Ну, то есть я для себя плюсик В том, что он очень воспитанный И приятный человек Выделила нереальный И самое главное Блядь, самое главное И это его глаза Потому что лицо не было видно Да, еще важная деталь Лицо не было видно У него была маска Тогда не было Его глаза Блядь, девки Девки Его взгляд Я же с ним взглядом пересеклась Ну, как бы я еще до этого уже поняла Что это он По всем тем параметрам Которые я вам описала Но стоило мне с ним пересечься взглядом Я в последний раз убедилась Что это точно он Ну, я не знаю, заметили вы или нет Но у Джейхопа Какой-то особенный Вот тут вот разрез глаз Он какой-то другой Он какой-то прям реально Какой-то уникальный Я бы сказала И этот его разрез глаз Какой он красивый Блядь, в реальной жизни Просто Девки Вот его глаза Это самые Красивые, блядь, глаза Которые я встречала в своей жизни Просто в этих глазах В них хочется утонуть Вот этот его взгляд Я помню до сих пор Мы потом весь вечер Это с моей подругой обсуждали Я приехала домой Я не могла уснуть Потому что для меня Это было настолько, блядь, шоком Что я не могла успокоиться Для меня это было прям Пипец Я надеюсь, вам понравилось Обязательно подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на мой инстаграм Я очень благодарна вам За просмотр этого видео Пишите в комментариях Что вообще по этой ситуации Думайте Потому что ситуация реально прикол И до новых встреч Мои дорогие Пока-пока